В эфире служба новостей Саров 24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бесплатные школьные завтраки и продленка сохранены. Депутаты приняли бюджет города на будущий год. Предотвращение, спасение, помощь. 27 декабря день спасателя. Трио из Сарова, исполнители авторской песни, презентовали новый альбом. Далее расскажем обо всем подробно. Бюджет Сарова на 2019 год принят. Долгие часы споров и обсуждений проекта главного финансового документа позади. В бюджете нашли отражение основные пожелания депутатов. В наступающем году удалось сохранить ряд льгот, а также бесплатные школьные завтраки и продленку. Подробности далее. Группы продленного дня с 2019 года будут называться группами досуга. И это единственное изменение в организации послеурочного времени школьников. Форма и продолжительность продленки останутся прежними. И самое главное, она будет бесплатной, как и школьные завтраки. Найдено совместное решение о том, что до конца учебного года 2019, то есть до июня месяца, будут обеспечены горячим питанием все ученики 1-11 классов всех наших школ бесплатно. Также в бюджете 2019 в полном объеме сохранены льготы для инсулинозависимых больных с сахарным диабетом. Благодаря увеличению поступлений из региона, объем казны в следующем году вырос почти на 500 миллионов. На условиях софинансирования в Сарове запланировано строительство крупных объектов. Строительство новой школы номер 11. Мы ее начинаем уже в 2019 году. Мы объявили конкурс уже при практически стопроцентном финансировании на ремонт школы номер 10. Мы планируем завершить ремонт к сентябрю 2019 года. Мы начали уже реконструкцию улицы Симашко. Волномасштабно идет разработка проектно-сметной документации на строительство новой детской поликлиники. Мы надеемся, что к концу 2020 года она будет построена. Продолжаются переговоры с областью по вопросу строительства в Сарове-ФОК. А город рассчитывает на софинансирование объекта на условиях 30% местных средств к 70% региональных. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этом году чрезвычайному ведомству исполняется 28 лет. За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Самый главный результат работы спасателей – сотни спасенных жизней каждый год. По случаю профессионального праздника в первой пожарной части прошла торжественная церемония. Носить форму спасателя – дело почетное и очень ответственное. 365 дней в году, 24 часа в сутки. Они защищают горожан от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. И даже в свой профессиональный праздник спасатели на боевом посту. И за дня в день доказывая, что это профессия для настоящих мужчин. Вся наша работа заключается в профилактике пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, тушению и спасению людей на пожарах. Неприятный звоночек в уходящем году для спасателей все-таки был. Неподалеку от режимного объекта огнем охватило несколько гектаров леса. При ликвидации загораний были задействованы десятки единиц спецтехники и 350 человек. Справиться с огнем удалось в кратчайшие сроки. На торжественной церемонии ко дню спасателей благодарственными письмами наградили сотрудников ядерного центра, которые принимали участие в ликвидации пожара. Я хочу пожелать, чтобы в будущем году, если, не дай бог, такие ситуации будут случаться, мы все с вами действовали абсолютно так же, четко, скоординированно и отвечали на все вызовы и угрозы, как сейчас говорят, с тем, чтобы наш город и наш институт всегда имели защищенные рубежи и надежные прикрытия. Автопарк Саровских спасателей пополнился еще одной единицей специальной техники. Автоцистерна с автоматизированной системой управления находится на базе седьмой пожарной части. Ключи от нового автомобиля пожарным вручили на торжественной церемонии. Пожелать вам, чтобы в новом году у вас было меньше поводов для работы, больше спасенных жизней. Благодарю вас за самотверженный труд, скромность, героизм, благородство. По случаю профессионального праздника Саровских спасателей наградили медалями за заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, нагрудными знаками и благодарственными письмами ядерного центра в НИЭФ. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Стал известен подрядчик, который выиграл конкурс на капитальный ремонт школы номер 10. Им займется Нижегородская строительная компания. Подрядчик будет обязан завершить все необходимые работы до 1 сентября 2019 года. Напомним, что на реконструкцию зданий школы было выделено около 130 миллионов рублей из регионального бюджета. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прием документов на зачисление в первые классы в новом учебном году начнется 1 февраля в 10 часов. Заявление можно подать через портал госуслуг непосредственно в школе или в МФЦ. В первые классы центра образования будут зачислять детей, проживающих на территориях, ранее закрепленных за гимназией номер 2, лицеями номер 3 и номер 15. Подать документы в это учреждение можно будет по адресу улицы Куйбышева, дом 1. Док-шоу «Моя собака-друг» пройдет в Клубе здоровья на улице Силкина 10-1 4 января. Будут работать фотозона и творческая мастерская в программе «Выставка собак», знакомство с породами и показательные выступления домашних любимцев. Начало в 12.30. Хоккейный клуб «Саров» провел очередной матч в рамках чемпионата в высшей хоккейной лиге Кубка «Шелкового пути». В Рязани наши игроки обыграли местных хоккеистов со счетом 4-5. Определить сильнейшего в основное время не смогли, победу «Саровский клуб» добыл в дополнительное. Примерно в полодиннадцатого дня на перекрестке улиц Курчатова и Московской произошла авария. Столкнулись автомобили «Сузуки» и «ВАЗ». На место происшествия выехал автомобиль скорой медицинской помощи. Пешеходов от серьезных травм спас фонарный столб, в который въехала иномарка. Информация о пострадавших и подробности дорожно-транспортного происшествия уточняется. К другим новостям. Воспитанники эстрадно-джазового отделения детской школы искусств стали лауреатами первой степени Всероссийского фестиваля конкурса художественного творчества «Новые имена-2018». Номинации в фестивале охватывали самые разные направления – вокал, хореографию, изобразительное искусство, фотографию и многие другие. Саровчане выступали дуэтом в номинации «Инструментальное исполнительство». Сергей Мудрук занимается в детской школе искусств уже 7 лет. Сейчас он играет дуэтом на фортепиано и синтезаторе с Ариной Субботиной. Больше всего ребята любят исполнять музыку из кинофильмов. И на конкурс «Новые имена» юные музыканты представили видеозапись исполнения композиции Геннадия Гладкова из советского фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Ансамбль Сергея Мудрука и Арины Субботиной существует уже 4 года. По словам музыкантов, безнадежной поддержки друг друга было бы невозможно завоевать награду. Играем совершенно различные произведения, разные сложности. Играем на двух инструментах. Это достаточно сложно, потому что ощущения в музыке всегда разные. И Арина понимает музыку, и мою партию очень хорошо. С ней приятно играть в ансамбле. С подготовкой к конкурсу ребятам помогала их преподаватель Ирина Ракова. Выбирая композицию для конкурса, она опиралась на технические возможности коллектива и готовность воспринять произведения. Этот трек-тайм строится на той же теме, которая проходит сквозь весь фильм, как такая лет-тема. Вот мы взяли этот кусочек за основу и добавили туда свои вариации, сделали переложение на два инструмента. И получился вот такой вот номер. Даже если в дальнейшем Сергей и Арина и не свяжут свою профессию с музыкой, занятия в детской школе искусств дадут им эмоциональное раскрепощение, отдушину и радость в жизни. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Музыкальный жанр авторской песни возник в середине 20 века, а с начала 80-х годов в нашем городе существует клуб самодеятельной песни «Поиск». В его состав входят исполнители самого разного возраста. Активисты клуба принимают участие в организации Всероссийского фестиваля самодеятельной песни «Зимородок», пишут песни и выступают перед любителями бардовской музыки. В библиотеке Маяковского прошла презентация нового альбома, авторами которого стали коллектив «Трио» из Сарова. Владимир Теунов, Дарина Литвинова и Александр Широких авторской песней занимаются уже давно. Выступать втроем начали в далеком 2012 году и за это время успели поколесить по стране с концертами. В клубе мы очень давно, поем вместе давно и одно время мы с Сашей пели вдвоем дуэтом, тоже у нас и диск есть, в общем-то, и моих песен, правда, записанные вдвоем. И концерты давали вдвоем, но вот захотелось чего-то новенького и позвали Дашу, она согласилась. По словам Владимира, в их маленьком коллективе на гитарах играют все участники, но раскладывать песни на три струнных инструмента ни к чему. Именно поэтому Дарине Литвиновой достались оригинальные шумовые инструменты. Понемногу решили даже вводить инструменты другие. И вот сначала пианика появилась, потом вот этот посох дождя, мы его услышали у других ребят и поняли, что он очень хорошо вольется. Несмотря на название альбома «Этот город», песен про Саров в нем нет. Да и объединять композиции единой стилистикой и направлением музыканта не стали. Себе они поставили другую цель. Здесь хотелось скорее его архивным сделать, то есть записать то, что мы могли сделать втроем и могли сделать хорошо. То есть песенки все-таки выбирались, но я не скажу, чтобы они подбирались под диск. Прошел вечер в теплой атмосфере, а в завершении концерта артисты спели самые известные песни авторов-песенников вместе со зрителями. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Долгожданные новогодние каникулы – это время для отдыха и уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями. Сотрудники Центра развития культуры и искусства каждый год готовят для юных саровчан и их родителей много праздничных сюрпризов. Игровые тематические программы и концерты ждут горожан сразу на нескольких площадках – в Доме молодежи и в Парке культуры и отдыха имени Зернова. 2 января Дом молодежи приглашает маленьких зрителей на театрализованное представление «Новогодние чудеса в сказочном лесу». Юные гости смогут пообщаться с любимыми персонажами, поиграть в новогодние игры, а также поводить хоровод вокруг новогодней красавицы. Маленьких зрителей ждет встреча с лесными персонажами – лисой, медведем, зайцем. И, конечно же, как любое новогоднее представление, оно будет наполнено предвкушением главного праздника. Также зрителей обязательно ждет встреча с главным волшебником зимним – Дедушкой Морозом. Начало данного представления в 11 утра. Традиционно сотрудники Дома молодежи готовят для маленьких саровчан интерактивную программу «Хоровод Дедушки Мороза». Она пройдет 3 января в 17.00. Малыши смогут рассказать стихотворения Дедушки Морозу, а также исполнить любимые новогодние песни с главным героем торжества. 4 января в 12.00 все желающие смогут прийти на песочную фантазию сказки «Щелкунчик». Удивительная история, произошедшая в канун Рождества, будет оживать на наших с вами глазах. Мы увидим, благодаря песочному мастеру, который будет рисовать на большом светящемся экране сменяющиеся друга образы и волшебные картины, замечательную историю. А рассказчик будет повествовать эту волшебную историю под живую музыку. Для любителей отдыха на свежем воздухе 5 января в парке имени Зернова пройдет новогодний квест в поисках подарков. Ребятам предстоит пройти по станциям, ответить на вопросы сказочных героев и получить за это сладкие призы. А 7 января всех малышей ждет тематическое представление «Рождественская сказка» в форме народных гуляний, хороводов и колядок. Более подробную информацию о новогодних мероприятиях можно получить по телефону 53210 и 55202. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Воспитанники секции настольного тенниса Центра внешкольной работы приняли участие в новогоднем турнире. За победу боролись более 30 спортсменов. Декабрьские соревнования стали традиционными и дают возможность ребятам продемонстрировать все то, чему они научились на тренировках и преодолеть волнение перед встречей с сильным соперником. Подробности о новогоднем турнире расскажем в следующем репортаже. В секции тенниса занимаются ребята от 7 до 16 лет. Все они принимают активное участие в жизни Центра внешкольной работы, выступают на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Педагоги секции стараются проводить семейные турниры для юных спортсменов и их родителей. В декабре теннисисты традиционно встречаются на новогоднем турнире. Это у нас уже стали традиционные соревнования. Мы их проводим. Они уже вторые у нас. Это очень интересно, особенно в преддверии Нового года. Приходил Дедушка Мороз со Снегурочкой. Были награждения, чаепития. У нас было очень весело и здорово. И действительно ощущение наступающего Нового года. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Всем им предстояло сразиться за первые места. По словам начинающих теннисистов, постоянные тренировки и настрой на победу позволили без труда сразиться со взрослыми спортсменами. Было очень интересно. Родители дали хороший бой. Но там не все умели играть. Поэтому, мне кажется, за счет этого мы победили. Сегодня ребята и их родители готовятся к очередному турниру «Семейные пары», которые пройдут уже в феврале. Юным спортсменам и их родителям предстоит побороться за титул лучшей семейной команды. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.